Открывали города, руководство МВД и национальной полиции, а иногда и руководство государства. Президент на некоторые открытия приезжал. Депутаты, отдельные депутаты, они как бы способствовали этому процессу. То есть, скажем так, если депутат был на запуске, официально присутствовал, участвовал, значит, что он был задействован. Да, он помогал в процессе. Нет, вот он именно оправдывался отсутствием, вот он должен голосовать, а он свое отсутствие на голосовании оправдывает тем, что он в Краматорске, например, запускает полицию. Вы знаете, это вопрос, наверное, к депутату, мы все избиратели. То есть, оценку депутата можно только избирателю давать. Я, как представитель исполнительной власти, наверное, неправильно давать оценку. Я не получил, то есть, они никакого, в принципе, отношения к запуску, скажем так. Имели отношение, имеют отношение, но, скажем так, мы не можем сказать, что кто-то из депутатов лично что-то запускал, потому что, ну, скажем так, запускало руководство национальной полиции, а депутаты могли только в этом помогать или содействовать. Да, давай, хорошо, давай сейчас. Девушка, пишу, первая. Хотелось бы понимать, какие люди нас защищают, кто работает в полиции, по какому принципу идет набор полицейских бредов, может быть, какое-то образование нужно иметь, и как идет проверка психологического состояния личности? Все то же самое, что было в первый раз, я не знаю. А вот что было в первый раз, вот я знаю. Ну, в 2015 году. Образование, в среднем, вот это было достаточно образование, чтобы пойти в полицию, возраст до 35 лет, включительно. Также нужно было, первый тест логический, потом физическое воспитание определенные, нормативы нужно было сдавать. МИД-комиссию пройти, есть установлены тоже требования законодательно к состоянию здоровья. Психологические тесты очень объемные, и уже по истечению года мы проходили так называемые тесты на пробу деформацию. То есть, насколько мы деформировались. Выгорание, да. Пусть выгорания неизвестны. Справка. Справка от психиатра надо. Сертификат. Это не только документы, которые нужно иметь с собой и получить, как я подозреваю, а вместе никак не подозревать. Вообще-то, я не думала, что кто-то дает сертификат на учете человеку, потому что база сейчас существует у психиатрических бонискайп единый, они туда-то там загадывают есть. Я не думала, что кто-то рискнет выдать такой, все-таки там полпись печати, и это на бланках документов есть. Это же конкретно пишется, да, куда есть вообще этот документ. Это уголовная ответственность за выдачу такого документа, если оно же неправный мир, они думают, что это. Хорошо, с этим понятно. Что тут связано с образованием? Вы говорите, это среднее образование, то есть достаточно среднего образования. У вас какой образователь? У меня выше. Ну так все, приходи. До 27-го числа подачи. У меня есть много людей со средним образованием. Немного. Большинство, да. Нас процентов 70 с высшим образованием. 70, да? Хотя я не считаю, что это показатель на самом деле. Ну, я считаю, что нам надо отходить от этих советских стандартов. С высшим образованием, значит, хороший, без высшего, значит, плохой. Но большинство с высшим, да. Все-таки высшее образование дает какую-то систему, дает какое-то воспитание. Ну, не всегда, но... Я хотел бы дополнить один момент еще. Одну секунду буквально. Когда мы проходили отборы и шли на руководящие должности изначально, допустим, если ты был заступником командира роты, або командира роты, что обовязково мы проходили полиграф. То есть это было обовязково. И это очень высокий показник. Я хотел бы вернуться к вопросам на дорогу водителей, машины, аптечки, огнодушителей и так дальше. То есть в последнее время тоже по интернету участились какие-то попытки каких-то патрульных что-то смотреть, показать и так дальше. Во-первых, основание... То есть как бы в законе, ну, в правилах написано, что вудий забыв язан маты, просто убить то-то, то-то. Да. Но в законе же там не написано, что патрульный должен... Имеет право это проверять. Да. Ну и есть, есть. Вам помочь, вам душить что-то нет, вам кого-то лечить нет. Так я пошел. Ну вот, как бы, какая ситуация здесь, если начинает кто-то патрульный, там, вопрос это, пытаться выискивать у меня что-либо. Ну, вообще, нужно, я отвечу, ну, пункт правил 2.4, говорится о том, что вы должны предоставить документы, которые предусмотрены пунктом правил 2.1. Это, в обязательном порядке, у вас должно быть водительское удостоверение, документ, свидетельство про регистрацию распространства средства и страховое поле. Ну, страховое поле при оформлении ДТП. И вынесение протокола. Что касательно аптечки, вот, информацию о том, что патрульные якобы проверяют, это слышу от вас, честно, первый раз. Никаких слухов даже у нас в управлении, я на это отчитываю. В Киеве, в Киеве... Ну, в Одессе был какой-то ролик, в Одессе, там, Львовская... Ну, я скажу так, я... Там еще где-то... Я гарантирую, что в Киеве патрульные таким не занимаются, и гарантирую, что если будет такой факт в Киеве... Выкручивание рук в Киеве, а, в Киеве, это факт в Киеве, то к такому патрульному будут применены, ну, жесткие меры дисциплинарные. Просто по Одессе, как бы, не знаю, может быть, это был не патрульный полицейский, а представитель превенторов, то есть, вы понимаете, что я имею в виду, не патрульная полиция, а бывшая ГАИ, да, то есть, те, кто... Правильно могут в той же Одессе работать? Совершенно верно, конечно, да. Не патрулировать, а, например, на КПП находиться, да. Или, если сопровождение какой-то отработка, был в Одессе пару месяцев назад, главное управление нацполиции выводило превенторов, то есть, сотрудников бывшей госавтоинспекции, тоже на усиление, был какой-то случай, где-то летом. То есть, патрульный полицейский не имеет права проверять или требовать у водителя предъявить аптечку или предъявить их нетушитель. Как бы, ну, собственно, это же мы прошли еще при ГАИ, и даже ГАИ там последние годы уже этим не занимался. Если вдруг такой случай будет, ну, я уверен, что его не будет, но если вдруг, то, пожалуйста, сигнализируйте. А предъявить документы без причинной остановки, без озвучивания причинной? Полицейский, когда остановил машину, он обязан первым представиться, все-таки назвать, по требованию водителя предъявить свое удостоверение, что он действительно полицейский, и сообщить причину установки. Их девять остановки, их девять законе национальной полиции. Вот если он мне сообщает причину остановки, и сразу требует документов? Значит, водитель вправе потребовать у полицейского назвать причину остановки. Ну, отказывается. Что делать в этом случае? Просто отказывается. Вот, в каком случае, водитель может вызвать по линии 102 сообщить о проблеме, и вызвать на место событий непосредственно командира. Да, командира роты или замком роты. В конфликтных ситуациях водитель выживает 102, и на место направляется командир, непосредственно командир полицейского, командир от Элизамка. Кроме того, у нас есть служба мониторинга, которая работает по городу и тоже это отслеживает. То есть в конфликтных случаях они приедут и будут разбираться. Друзья, на самом деле вопросов может быть очень много, у нас время немножко ограничено, да и в принципе, я думаю, что уже ребята подустали говорить. Давайте еще два вопроса, и мы будем как-то закругляться. Один вопрос есть. И вот вопрос давно хотят, давайте. И я, да? Ну хорошо. Вернемся к фиксации штрафов. Сейчас интересует вопрос следующий. Первый. Если запускается фиксация штрафов, значит штрафы будут приходить к тому физлицу или к тому владельцу, кто владеет автомобилем. Согласно баз данных, да. Соответственно, мы понимаем, что за рулем могут быть разные физлицы. То есть владелец может быть один, но физлицы могут быть другими. Что делать в случае, если это транспортное средство арендует компания, мы такое можем делать? Это первый вопрос. То есть как, то есть физлицозно, допустим, отдало... То есть владельцу приходит штраф, а на самом деле за рулем был не он? Ну конечно. А он отдал свою машину, допустим, там в аренду компания юридическая. Вот у нас такая ситуация, у нас в компании 5 машин. За это беспокоиться не стоит. Почему? Потому что согласно 300-й статье, там с приметочкой Куапа, то есть согласно тем изменениям, которые ввели автофиксацию, у водителя, у владельца точнее, на протяжении 10 дней после получения им так называемого письма счастья, то есть уведомления штрафа, срок на обжалование. То есть если владелец за рулем не находился, он получив такое письмо, он подает в жалобу, которая, например, прилагает документ, свидетельствующий о том, что машина сдается в аренду, и этот штраф будет отменен. Он будет отменен или он будет перевешен на компанию? Он не будет перевешен на компанию. Он будет отменен для владельца. Владелец сообщит, кто фактически за рулем был. И дальше уже будет решаться вопрос о наложении штрафа на то физическое лицо, которое было за рулем, на водителя. Если это будет возможно, его установить. Если это будет возможно. То есть процедура обжалования есть. Куда подавать? Значит, это будет подавать. Сейчас эти письма еще не приходят. Когда это запустится, эти жалобы будут подаваться в управление подкульной полиции, плюс в тот сервисный центр, который будет обслуживать кабель. То есть такого, что, например, придет штраф владельцу, а он об этом не будет знать, а потом наложит арест, такого быть не может. Единственное, какая может быть, могут быть две проблемы. Первое. Это то, что у нас не всегда хорошо работает почта, не всегда у нас люди привыкли получать письма и повестки. Это раз. И второе. Вы знаете, у нас значительное количество автомобилей, скажем так, условно говоря, продано по доверенности. Это не продажа, на самом деле. Вот тут будет проблема. А почему бы не переложить ответственность на владельца? Почему бы не переложить ответственность на владельца? Ведь это он дал автомобиль свой кому-то. Ну, тут вопрос, мы немножко упираемся в Конституцию и в разрешение Конституционного суда. Тут немножко есть глобальные такие вот ограничения. И то же самое по автофиксации, это автомобили на евро номерах. Вопрос интересный. Ну, автомобили на евро номерах, точно такие же участники дорожного движения, будут нести точно такую же ответственность. Как ты думаешь? Да, я думаю, что придумаем. Я думаю, что... Условно говоря, если будет такая аффиксация, то вы думаете, что это будет вопрос к таможне, в первую очередь? Я имею в виду, что если по таким случаем информация о том, кто возил машину, будет браться там в таможенную. Честно, сейчас затрудняюсь сказать конкретно. Механизмы еще будут отрабатываться алгоритмы. Но думал, что так. Можно еще коротенький вопрос? Вот вопрос. Да, пожалуйста. У меня вопрос по поводу маячков. Вы вот говорите, что маячки включены для того, чтобы предупредить, так сказать, дисциплинировать. Но у меня, например, создаётся такое впечатление, что дисциплинировать только на тот момент, пока проезжает эта машина. Нет патрульной машины, сразу появляется быдло, храмы там и так далее, нарушение. Так может быть отключить их? Пока они есть, пока маячки есть, то по крайней мере, быдло не быдло, хамы не хамы при маячках, да? Если маячков не будет, то они... Ну, я получается, я не хам, но я рассуждаю. Так я посмотрел в зеркала, увидел, мигают. А, вы имеете в виду, что нарушитель теперь знает, что если он посмотрел, а маячков нету, то можно нарушать. А если бы он знал, то есть две машины стоит, он не заметил патрульную машину. Я об этом тоже думал, честно говоря. Но дело в том, что сейчас маячки не на... Во-первых, автофиксация решит эту проблему, когда она будет. Во-вторых, маячки сейчас, ну, не настолько, я так тоже проводил эксперимент, не настолько яркие. Я сейчас, например, вот смотрел, за две или за три машины стоял, я отблеска не видел. Ну, я не говорю о темном времени. Я видел примеры, допустим, на Преображенского есть кирпич. Я там скаляк наблюдаю ситуацию. Часто проезжают под кирпич. Видно, как с Воздуховлодского проспекта заезжает патрульный автомобиль. Машина едет под кирпич, видит проблесковые маячки и сразу паркуется. Понимаете, тут проблема интересная. Потому что, что тут, понимаете, если положить начат с рубежов в лесок, если с одной стороны, что интереснее, что важнее, как бы, чтобы он нарушил, не увидев полицейского, его штрафануть? Да, это дисциплинирует. Или чтобы он увидел полицейского и вообще не нарушил? Так это тоже дисциплинирует. Понимаете? Нет. И то дисциплинирует. Вы имеете в то, чтобы потом... Только на момент... Вы еще знаете, что спускаете из виду? Работая на дороге, вот в машине непосредственно, когда работают маячки, очень часто было такое, что нас останавливали, видя нас. Да, это правда. У нас был случай, мы человека, спасли, прыгал с моста, уговорили. То есть, был такой случай. Хотя бы ради одной спасенной жизни уже эти маячки должны работать. Ну, тут вопрос интересный. Я понимаю вашу логику, как бы вопрос интересный. Суицид, да, там происходит в порядке. Тоже больше и группа немаркированной машины с патрульными. Это такой тоже аргумент такого негласного наблюдения и штрафа. То есть, они ездят себе, и только у них там при вычислении нарушения включаются внутренние маячки под стеклом, и тогда уже начинают распинать. Но там это у них, как бы я понимаю, делается умышленно. Конечно. Чтобы там на трассе... Там у них табло включается, и написано, примите куда-то вправо. Плюс у них, вы знаете, у них же есть, ну, в Прибалтике, в частности, в Прибалтике контрольные задувки, да, так называемые. То есть, массовые проверки. И это, да. Вы видели вот это. Не планируете? Сложно сказать. Такие инициативы есть. Как бы какое примет решение руководства над полицией, я сейчас не могу как бы прокомментировать. Вопрос, нужно это или нет. Наверное, нужно, но при условии соблюдения всех процедур и всех гарантий, чтобы это не превратилось в инструмент злоупотребления, да. То есть, грубо говоря, так, как это, к сожалению, когда-то там бывало. Сложный вопрос. Скорее иначе, чем нет, но при соблюдении процедур. Стоит сделать эксперимент, допустим, на месяц, включить маячки и посмотреть статистику нарушения. Мысль. Возможно. А БОПа, какому с района? Ну, возможно, да. То есть, тут как бы... Почетно. Пешие подрули есть? Не, ну, я, все же, живу на приезжей, и очень уважаемые районы. Пешие подрули существуют, а... Ни разу не видел. Пешие подрули есть, правда? Особенно в городу Мопортар. Ну, не во время ОГП, а во время массовых мероприятий пешие патрули в центре есть. Нет, интересуют как раз периферии, там, где происходит пьянство на детских площадках. Ну, вот. Что хотелось бы. Парки, скверики, сидят люди, кулик, разбивают... Ну, это же вызовы, те, которые мы отрабатываем. Вот, вы находитесь в сетху дома, услышали, кто-то там разбивает спиртные напитки. Орусальная компания подобная. Да, приехали. Это львиная доля вызовов. С одной стороны, мне хочется позвонить на 102 и вызвать. Но, с другой стороны, я понимаю прекрасно загрузку патрулиных. Так я вам и говорю, это львиная доля вызовов. Да? Да. Ну, плюс сосед, сосед, дискотека, сосед. Шум в центре... Ну, честно скажу, бывают и смешные вызовы. Тут я как бы не могу деталей называть, да. Какие шумы мешают. Да, разные шумы мешают, бывают, да. Вот, соседи по-разному могут мешать. Вот, то есть, да.